Огольное даденое довольно оптимистичное. У поравнания с минулым годом отбралось снижение колькости злочинцев с уделом подлетков больше как на треть. До того ж у огольном объеме зарегистрованных правопорушений доля неполнолетних только кля 2,5%. Это меньше и областного показчика и республиканского. Или у той же час не снижается колькость действительных кулиганцев, а у некоторых районных необходимо быть больше уважливым, еще и до властной майомости. Участились случаи совершения преступления в общественных местах. Определенная озабоченность у нас вызывает микрорайон Мельников-Луг и Дворцово-Парково-Ансамбль, где на протяжении ряда лет совершаются неединичные преступления. В связи с этим усилено и патрулирование, перекинут родительский патруль, то есть максимально как-то обеспечена охрана общественного порядка. Основная колькость злочинцев сирот неполнолетних у Гомли зясняется наученцами просеянно-техничных в училищах. Сирот наибольши несприяльных в этом плане – лицей-будовников и колледж-машинобудование. Особливая увага профилактика в молодежном осеруде в выпадках уживания наркотиков и алкоголю. С этой метой врачи-наркологи проводят медицинские огляды наученцев старших классов, а сопрацовники милиции притягивают до отказности неполнолетних у стане алкогольного опьянения. Правда, недопрацовки все-таки застаются. 16-годовый школьник, у криви якого выявили 2 промилля алкоголю, здесь не в забойство. «Самое тяжкое злочинство с уделом неполнолетних все лето у Гомеля отбылось в институт в интернате акционерных отворительств «Гомель-техмонтаж». Ночью на ученице 22-й школы с мэтой крадежой зашел у незачиненный покой. Дали бойко с господаром и с мяротным ранением. Зараз следство протягивается, а тому мера пока ранее еще не вызначена». «Для знижения колькости злочинцев в серот неполнолетних у летний период распрасывали некаких программ по организации працовной и корыстной занятости, военно-патриотичные лагеря, студентские и волонтерские отрады, туристичные взлеты. Особливая увага при этом подлеткам, яке знаходится на розных видах профилактичного улику. Разом с тем, у комиссиях по справах неполнолетних констатують, выконать все запланованное не отремалось. Формальный подход до проведения индивидуально-профилактичной работы и слабое взаимодействие с батьками – такие факты не заявляются выключением. А про чатаго, на думках специалистов, необходимо створить действенную систему по мониторингу сторонок подлетков в социальных сетках». «Что касается подучетной категории, то тоже постарались по максимуму вовлечь их в полезную занятость, но некоторые вопросы не получились, что и привело, соответственно, к совершению преступлений. Поэтому как на территории города Гомеля, так и на территории области были совершены преступления именно подростками, которыми проводится индивидуальная профилактическая работа». Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».